На моменте жизни красками небес напишу Что такое чудо? Словарь Ожегова объясняет это понятие как что-то сверхъестественное, необыкновенное, удивительное. Что-то такое, в чем есть прямое вмешательство божественной силы. Некоторые говорят, что чудес не бывает. История Ольги доказывает обратное. Тогда, когда страшный диагноз, казалось, парализовал сознание, живая вера в того, кто творит чудеса в нашей жизни, давала силы и надежду. Ольга, мы рады видеть тебя сегодня здесь. Спасибо, Валерия. Очень приятно быть на этом месте и просто поделиться со всеми вами о великой милости Божией в моей жизни. Аминь. В самом начале, прежде чем мы перейдем к главной истории твоей жизни, расскажи нам, пожалуйста, о своей семье. Как ты выросла? В какой семье ты воспитывалась? Я выросла в христианской семье. И с детства слышала о Боге. Просто у меня чудесные родители. А в 89-м году мы переехали в Америку. Вернее, перелетели. И вообще я оказалась, что выросла в Америке. Но родом ты из Белоруссии? Родом из Белоруссии. И просто у меня очень чудесная семья. И позже, когда вот прошла моя молодость, я вышла замуж, и я приобрела еще других родителей. И попала в семью чудесную просто обои моих родителей. С одной стороны, с другой стороны, они молитвенники. И это чудесно. То есть ты знала о Боге из детства, правильно? Да, ты была христианка. Хорошо. Ты вышла замуж. Первый ребеночек. Прекрасная благословенная жизнь. В какой момент ты поняла, что с твоим здоровьем что-то не так? Знаешь, Лерка, я вот вышла замуж, и жизнь просто так потекла, так красиво. Все было, ну вообще, как... Как в сказке. Как в сказке. Да, все хорошо. И вот есть такие моменты, что можно задуматься, вот в жизни так хорошо. И просто иногда мы просто как плывем по течению. И может, иногда вот Бог посылает нам такую волну, чтобы мы осознали, может, иногда что-то осмотреть, оглядеть в жизни, чтобы что-то переменять. И вот этот толчок в жизнь мне пришел, когда моей доченьке Каринке было 10 месяцев. Я работала в онкологическом отделении. Един раз я пришла, ну как меня... Я поняла, что у меня как-то по-физически что-то начало меняться. У меня отекало лицо. Я утром просыналась, у меня было отекшее лицо, у меня глаза были такие сужены. И я обратилась к врачу. И врач сказал, ну, может, наверное, это вирус. Пройдет время, может, и мы проверим. Если оно не пройдет, мы сделаем CAT scan. Снимок. Снимок, да. И так как это не проходило, я просто ждала этого момента, когда вот этот снимок будет. Но помню один такой точный момент, когда я зашла в обед в комнату, где мы обычно обедали, и там студенты принесли такой плакат. И там было описание раковой болезни, симптомы лимфоузлов, рак лимфоузлов. Я читаю, и вот получается, что все мои признаки... Я ночью очень потела. У меня не было температуры, но я вставала, и кровать была просто постелька, как будто мокрая. Там место, где я лежала. И так же опухшее лицо. И это все было так написано. Но я, я медработник, ну просто даже не хотелось даже это осознавать, что вот это может быть. Мне 25 лет, у меня 10-месячный ребенок. Как так может быть? Я себя прекрасно чувствую. Жизнь только, кажется, началась. То есть ты понимала, что эти симптомы, они описывают твое состояние? Да, они описывали мое. Но ты не хотела верить в это? Не хотелось верить. И просто как врач мне сказал, ну да, может, вирусы, такие признаки вируса бывают. И я, мне это, конечно, легче было поверить. И когда вот, помню, мы поехали, врач назначил, сказал, если вот через две недели не пройдет это, мы сделаем снимок. И в это время мы поехали с семьей на отдых в Флориду. И меня это не проходило. Делалось только хуже. Так, что мне надо просто, чтобы спать с подушками, чтобы только, чтобы мое лицо не слишком так сильно отекало. Тебе тяжело было дышать? Нет, мне не тяжело было дышать. У меня никакой задышки не было, ничего. Кроме того, что я вставала, у меня такое, как будто я азиатка. У меня лицо было настолько опушево, что у меня просто глаза были такие очень такие узкие. В какой момент ты поняла, что ты больна? Вот когда мы вернулись с вакейшн, с отдыха, нас направили на этот снимок. И когда я зашла в эту комнату, я лежала на столе, и этот снимок, он очень быстро проходит. Но я вижу, что там такое было стекло, и я видела, как этот молодой человек, он ходил с телефоном в руках, что-то очень так долго занимало. И потом он зашел в комнату и сказал, нам надо еще немножко переснять. И когда снимок закончился, он зашел в комнату и сказал, тебе надо срочно идти в приемную. в приемную. В приемную. В приемную. Я вышла, и когда мы с мужем спустились туда, я поняла, что что-то ненормально. Но приемную тебя так просто не посылает. за результатами. Да, ты медработник, ты знаешь. И через время заходит туда врач, с которым я встречалась на работе, и я видела, как он волновался. И он пришел и сказал, Ольга, у тебя рак. Мы просто еще не определили, какой стадии, но вот это конкретно, что я могу тебе сказать. И я видела, что он тоже переживал, почему такие плохие вещи случаются с хорошими людьми. И он предложил нам не антидепрессанты, может тебя, ну, чтобы стресс не снять. А я им сказала, нет, мы верующие, мы знаем, что все под Божьим контролем, и что в жизни Христини так просто ничего не случается. С самого момента, с самого начала, когда ты узнала, что о таком страшном диагнозе, о такой болезни, ты так себя хорошо держала, вот прям как сейчас, спокойно была, уверена, что все в Божьих руках. Был мир в сердце? Был, просто был, просто Бог послал такой мир в сердце, что вот даже тогда, когда мы еще не знали конкретно что, мы были спокойны. И вот когда врач вышел, они меня все время спрашивали, ты нормально, тебя нормально с дыханием, тебе это, нетрудно дышать, у тебя задышка есть. Я говорила, нет, нет, у меня все хорошо, мы плавали, у меня никакой задышки не было. И очутилась так, что вот снимок показал, что сзади вот моей кости вот прямо был такая масса, как в личину кулака. и надавила, передавливала там все, и просто они удивлялись, что я вообще-то нормально дышу. И вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отправили меня на тот же этаж, на котором я работала, онкологический. И было... ты оказалась там в роли пациента. Я оказалась в роли пациента, да. Это было такое интересное такое чувство, но слава Богу, что Бог проводит нас через испытания и даёт свой мир. Аминь. Как начался твой процесс восстановления? Мой процесс не был сразу, мгновенным. Это был процесс такой. Это не было сразу, мгновенное исцеление. Это... Меня сразу, когда после... сделали диагноз, мне надо было пройти много разных тестов, разных таких процедур. Мне вставили специальный аппарат, чтобы вливать химотерапию. Химотерапию, да. И я вот проходила химотерапию. То есть тебе назначили лекарства, лечения, всё как обычному больному человеку. Да. Больному раку. И вот мы с мужем, когда я помню, заходили на вот эти процедуры, на переливание этой химотерапии, и просто мой муж... Я благодарю, что Бог послал мне такого мужа, который тоже имеет такую сильную веру. И он возлагал на меня руки, и он молился, Господи, пусть это будет кровь твоя, которая течёт через её вены, чтобы не было никаких побочных эффектов. И знаете, что вот мой лечащий врач, он индус. И однажды, когда мы пришли на приём, мой муж спросил, доктор, вы верите в чудеса? И он сказал, да, я верю, то, что твоя жена проходит, вот это, без никаких эффектов. Побочных эффектов. Побочных эффектов это чудо. Потому что, когда лечение началось, мне приписали очень много таблеток от работы, от тошноты, от боли, хотя боли у меня не было, но было очень много всякого лекарства, но я ни одной бутылочки, я ни одной таблеточки не открыла, ни одной таблетки я вообще не пила. И я в это время работала. И просто ещё было такое, что я была на работе, и я вот видела, которые пациенты проходят то же самое лечение, как я, и какие у них есть побочные эффекты. И слава Богу, меня не было. И даже многие в церкви, даже они как-то наверное и до конца не поняли, что вот, что у меня действительно рак. Что произошло? Потому что я ходила как прежде, я не была унылой, я старалась всё время быть весёлой. Как ты могла работать, зная, что у тебя самой такой же диагноз, ты видела людей с таким же диагнозом, тоже с раком, как ты к ним относилась? Ты им говорила, делилась о том, что ты тоже в таком положении сейчас? Да. Вот иногда вот пациенты говорят, ну вы не понимаете, через что мы проходим. Я могла им сказать, да, я понимаю, у меня тоже парик, потому что одно время у меня вот выпали волосом это, и мне пришлось в парике ходить. И я просто говорила им о силе молитвы, что Бог силен, Бог отвечает на молитвы, и что у Него свои планы на нашу жизнь. Иногда наши планы не совпадают с Божьим планом на нашу жизнь, но Он нас никогда не ставит. Аминь. Аминь. В какой момент ты поняла, что ты здорова, ты исцелена? Как раньше говорилось, это был процесс. Мне после кемотерапии мне было еще надо пройти радиацию проходить. Радиацию проходить. И один момент такой, что запомнился, что во время радиации оно такое, что оно не только на раковые клетки действует, оно действует на хорошее. И в одно время меня так начала задышка, что я не могла просто лежать ровно. Мне надо было лежать на несколько подушках, чтобы просто дышать. И я старалась все время быть оптимистической, позитивной. Не хотела роптать, не хотела допускать ропот. Но я когда не вытерпела, я сказала моему мужу, смотри, мне просто тяжело дышать. И он сказал, я помолюсь. И до этого времени, вот он сказал, определенное время, у тебя все пройдет. И знаете, я пошла... Сильная вера. Да. Да. и я пошла спать. И даже не заметила, только на следующее утро я встала и вот заметила, что я без подушки спала. У меня от задышки вообще следа не осталось до сих пор. Никакого проблемы со здоровьем, с дыханием не было. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Сколько времени заняло твое восстановление и лечение? Вот лечение занято 6 месяцев. 6 месяцев. После 6 месяцев ты была абсолютно здоровой. Да. Ты себя хорошо чувствовала, никаких последствий. Да, мы проверили, все хорошо. И слава Богу, Бог провел. Как сложилась твоя жизнь после болезни? Как ты себя чувствовала? Сейчас уже прошло более 10 лет, правильно? Да. С того момента, как у тебя был страшный диагноз. Что сейчас ты имеешь? Имеешь ли какие-то проблемы со здоровьем? У меня никаких проблем со здоровьем. Вообще слава Богу. Я очень здоровая. Я вообще редко когда болею, даже кашлями или чем-нибудь. Слава Богу. Бог дал нам еще пятеро деток. Разве это не чудо? Чудо? Значит шестеро деток. все они здоровы. Они все никаких проблем. Со мной никаких проблем. Бог нас чуден. Аминь. Ты рассказывала о том, что твоя мама мужа, правильно? Она даже свидетельствовала о том, что ты здорова, ты исцелена. Ты принимала это сразу же? В тот момент ты принимала, что да, действительно я здорова? Или у тебя было все равно какое-то сомнение? Может быть не совсем? А может быть болезнь может вернуться? А может быть недостаточно сильна моя вера? Кто я такая, чтобы Бог меня полностью восстановил? Были ли сомнения такие? Знаете, я помню, как один раз мама моего мужа нас свидетельствовала о моем исцелении. И я как-то допустила в сердце такое немножко сомнение. Это было на церковном лагере детском. И помню, у меня не было телефона, я со своей доченькой все было на руках. И моя подруга подносит телефон, говорит, слушай, Оля, тут мне пришел какой-то месседж непонятный, я даже не могу его прочитать. И я взяла этот телефон, и там было на английском «Вера есть». Я описывала веру. И знаете, я говорю, Алла, этот месседж, он именно вот в эту минуту он для меня. Потому что осуществление ожидаемого уверенности не нету. Это вера. Аминь. Хорошо. Ольга, спасибо за твою историю, за твою искренность, и честность, и открытость. Много людей проходят похожие ситуации. Много людей тоже, возможно, кто-то нас смотрит, который имеет такой диагноз или похожий диагноз. Что ты можешь сказать для таких людей? Что есть силы в молитве, но также с нашей стороны надо все делать, что от нас зависит. Например, даже в истории с Ильей и 400 вот этих служителей Вала, Илья не просто сидел, он делал то, что Бог ему сказал, он строил жертвенник, он поливал водой, а огонь пришел к Господу. То есть мы должны со своей стороны сделать? мы должны сделать все, что мы можем. Может, это покаяние, может, это исповедание, может, это идти к служителям и просить, чтобы молились с помазанием Илья, мы должны сделать то, что... это лечение, лекарство? Да, может, это лекарство, может, это диета, но со своей стороны мы сделаем то, что мы можем, а остальное сделает Бог, самое главное сделать Бог. Аминь. И я еще помню, такой был момент в жизни, что даже как перед замужеством я как-то пошла с подружкой на молитву, и были такие, как свидетельствовали молодые люди, как Бог хранил их в аварии, как Бог хранил их в таких разных ситуациях. И моя подруга говорит, как-то мы с ней разговаривали, говорю, Алла, слава Богу, Бог меня до этого не допустил даже, у меня не было ни разу в жизни такого случая. А она сказала, скажи, скажи вслух. А я как-то застеснялась, и только мы стали молиться, подходит ко мне пророк и говорит, почему ты меня не благодаришь? Я столько раз тебя в жизни хранил. И вот иногда мы привыкли принимать только хорошее от Бога. И не благодарим, когда вот это хорошее есть, а благодарим, когда плохое. Так всегда иметь благодарственное сердце за все, что у нас есть. Не только вот когда Бог проводит нас через какие-то испытания, но благодарить за то, что у нас все хорошо. Аминь. Все, что происходит в нашей жизни, абсолютно не случайно. У каждого события есть своя цель и предназначение. Даже если нам не хочется в это верить, Ольга и Андрей прошли через страшную болезнь вместе. В результате они живут счастливой семьей и растят шестеро прекрасных деток. Дорогой друг, если ты проходишь похожую ситуацию, какой-то нелегкий, трудный путь в своей жизни, живой Бог, который всегда хочет помочь тебе, который любит тебя. Он отдал своего единственного сына Иисуса Христа на Голговский крест ради тебя, ради того, чтобы ты имел спасение и имел помощь. Давай помолимся сейчас вместе с тобой молитвой помощи. Господь может помочь. Дорогой Иисус, я верю, что ты умер на Голговском кресте за все мои грехи. Я верю, что ты любишь меня и ты всегда готов помочь. Я прошу, прости меня за все, что я делаю неправильно и помоги мне в этот трудный период моей жизни. Пошли спасение моей душе и пошли помощь моей трудной ситуации. Я верю, ты силен помочь. Спасибо тебе, дорогой Бог. Аминь. Аминь.